О, МАЙ! Геймс! Одно за другим. Чтобы начать, тяните первую карту, а дальше следуйте своим зацепкам, догадкам, уликам, всему, что обнаружите в деле. В отличие от квестов, разгадки в детективе отнюдь не линейны. Сюжет в итоге придет в свою конечную точку, но сможете ли вы раскрыть дело, зависит от вашей догадливости, внимательности и доказательной базы. На полном серьезе вам понадобятся листы бумаги, маркеры и стикеры, чтобы отмечать важные связи людей и событий, записывать даты и даже какое-то время и любые наблюдения. Я бы даже посоветовал взять ватман или магнитную доску, иначе записи превратятся вот в такой бедлам. В расследовании дел вам помогает специально созданная для игры база данных Antares, благодаря которой вы ощущаете, как присутствуете в одноименном агентстве. Здесь вы найдете необходимые досье, сможете добавлять найденные отпечатки пальцев и при хорошем стечении обстоятельств сайт укажет вам на улику. Конечно, свобода ваших действий ограничена игрой. На карте будет указано, когда можно будет обратиться к этой самой базе данных или в интернет. Вот что мне снесло башню. Поиск в глобальной сети. Вы прямо берете и вводите в строку поиска нужное словосочетание или даже координаты карты. Потрясает то, что это не просто работает, но и очень помогает. Вы сможете не только получить какую-то интересную информацию, которая совпадает с казалось бы вымышленной историей и добавляет в игру атмосферы, но и действительно ценные сведения и зацепки, которые продвинут вас по делу или даже помогут его раскрыть. Это невероятно! При всех этих возможностях вы вряд ли успеете исследовать всю колоду дела, ведь рабочий день в детективе жестко ограничен. Конечно, вы можете перерабатывать, но это приведет к стрессу, как и в реальной жизни, а стресс может привести к провалу. В каждом деле также ограничено и количество дней, отведенных на расследование. Будет нелегко. К сожалению, я должен избегать спойлеров, поэтому здесь я остановлюсь и перейду непосредственно к впечатлениям. Как и любая игра, детектив не лишен минусов взять ту же базу Антарес. Мы с друзьями, видимо, не слишком усердно или пытливо работали над делами, поэтому почти не находили улик, в то время как другие игроки рассказывали о куче найденных доказательств. Пожалуй, в этом кроется и плюс игры, ведь можно цепляться за разные сведения в игровых картах и идти к разгадке дела иными путями. Но суть моей претензии в другом. Антарес в конце каждого дела предлагает вам ответить на ряд вопросов, в каждом из которых несколько вариантов ответа. То есть даже если вы не получили достаточно улик или вы сомневались в выборе преступника, то в последний момент можете передумать и просто угадать. Тогда игра засчитает вам победу. В реальности же так не бывает, а ведь детектив в остальном стремится на нее походить. После того, как мы прошли игру, один человек подсказал мне, что честно было бы в таком случае выбирать вариант «не знаю». Да, такой есть. Тогда и баллов бы мы не получили. Но ведь игра — это азарт, и никому не хочется проигрывать. В игре все стремятся использовать любой удобный случай для достижения победы. С другой стороны, из-за обилия текста, который является основным компонентом детектива, игра показалась мне слегка рутинной, особенно в некоторых делах, и довольно тяжелой как в игровом плане, то есть расследовании дел, нахождении улик, так и в моральном. Детектив как будто испытывает вас на прочность. Партия длится 2-3 часа, и за это время вам никак нельзя терять бдительность. Нужно быть постоянно сосредоточенным, чтобы не упустить важную деталь в океане художественных описаний. Не зря прямо в правилах вам предлагают делать перерывы на кофе. Еще один возможный минус для других — это интернет и приложения в детективе. Но для меня и многих моих друзей, как я говорил, это плюс. Настольчики справедливо привыкли к тому, что в коробке все должно быть необходимое для игры, а если используются компьютеры или приложения, то лучше уж было бы создать отдельную игру. Но я, как любитель атмосферы, подчеркну еще раз то, что база данных и интернет делают детектив реалистичным, превращают игровую партию в настоящую работу следователя. Я считаю это большой заслугой авторов. Вот сопряжение игрового процесса с правдивым расследованием. Создание, знаете, такого переноса в какую-то иную реальность, что находится вот между игровыми карточками из колоды и воображением, или даже осознанием игроков того, что все происходит за правду, на самом деле, здесь и сейчас. Не забыть те ощущения, когда мы вскрикивали от внезапно всплывших в памяти мелких фактов из интернета, которые дали наводку на определенного человека, или когда Google Maps помогли найти, ну, неважно кого, когда трехмерное отображение карты помогло понять, откуда стреляли, как все произошло. То есть ты видишь то, что писывается на карточках перед своими глазами. Так, я немного отвлекся, но, в общем-то, минусы уже озвучил. И специально искать их в такой отличной игре я, честно, не вижу смысла. Главное, что вся наша компания получила огромное удовольствие от расследования и неожиданных открытий и поворотов сюжета. Мы с ребятами сплотились в детективе, как ни в одной другой кооперативной игре, серьезно. Понимаю, что это зависит от компании и игроков, но мы играли в пятером, и у нас не было пресловутого альфа-игрока, и каждый из ребят выполнял какую-то определенную функцию. Один читал карты, второй записывал там зацепки, я рылся в Антаросе, четвертый лепил все вот эти стикеры, а пятый следил за временем и стрессом. И при этом каждый вносил свою лепту в расследование, выдвигал теории, предлагал решения. Это было нереально круто, друзья. Конечно, и финальное дело, и вся развязка глобального расследования просто потрясла и нашу компанию, и другую компанию моих друзей. Она сильна и в эмоциональном, и в драматическом плане. Детектив это та игра, после партии в которую хочется стереть себе память, чтобы пройти этот шедевр еще раз. Ну и по цене, смотрите, если разделить сумму за коробку игры на пять дел, то каждая из них обойдется всего в 700 рублей, за которые вы получаете, пожалуй, самое реалистичное ощущение, что я испытывал в настольных играх, разветвленный ход расследования в каждой колоде и крутую базу данных, которая делает из вас настоящих детективов. Спасибо за просмотр, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями, пишите комментарии. До новых встреч, пока!